Я очень благодарен всем вам за то, что вы в такую жару, где 38 плюс на улице вы смогли приехать в центр Одессы. Я приветствую всех тех, кто присоединились к нам в прямом эфире и у нас в гостях, так просто, чтобы посмотреть и отдохнуть у нас, у черного самого моря. О нашем горе уже все знают, да? Море стало черным. Август месяц это и в прямом смысле, это водоросли, это скоро медузы и все остальное. Но ничего, люди это не пугают, и слава Богу, если бы мы все боялись, нам бы можно было, можно сказать, было бы трудно жить. Вот знаете, уже в течение пяти недель мы говорим о принципах, принципах жизни. И я, знаете, я вдохновлен тем, что я могу с какой-то точки зрения рассмотреть 10 заповедей, как некий принцип, с которым мы сталкиваемся, чем мы живем. С нами люди хотят дело иметь не потому, что мы говорим, что мы верующие, не по той риторике, которая у нас есть. Даже те, которые иногда носят крестик и говорят, клянусь небом, Богом, я христианин или там еще я, ты что, это не в моих правилах. Нас люди судят по нашим делам и оправдывают нас по нашим делам. И я верю, что принципы жизни верующего человека, заложенные на Синае, становятся отправной точкой, как нас воспринимают люди. Нас встречают по одежке, да, то, как мы себя манерно ведем, по верующим, как христиане, да, многие из нас. А провожают нас как? По уму. То есть как мы поступаем, то, что мы делаем. Хочу повториться, как и повторялся раньше, что 10 заповедей, которые записаны на Синае, они не дают нам спасения. Мы не спасаемся 10 заповедями, мы спасаемся благодатью, милостью Бога через Ишуа и Мессию, который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Но 10 заповедей становятся нашим зеркалом, эталоном нашей повседневной жизни. То, на что люди смотрят, то, как мы себя чувствуем. По этой причине я и делаю эти принципы для того, чтобы мы не просто научились, мы утвердились и жили ими. Мы сегодня подошли к вам к шестому, шестой неделе, шестому принципу, который связан с шестой заповедью, исход 20 глава, 13 стих. Там очень просто. Два слова. Не убей. Если мы говорили о шабате, там целых 4 строчки, там описано, что это такое, почтение родителей, тоже очень много описано. А здесь так просто. Не убей. Если мы говорим не убей, здесь вот как раз используется слово на еврите, которое говорит о умышленном или задуманном убийстве. Не совершай умышленного убийства. Намеренного убийства. Почему я говорю об этом? Потому что убийство это акт, который человек предпринимает беззаконно на то права. Что такое убийство? Это действие человека против другого, не имея на то право сделать. Почему я буду говорить? И покажу вам разницу. В случае защиты страны от внешних врагов, у нас есть армия. Многие братья, да, вот и даже женщины, они сражались и сражаются с оружием в руках, чтобы защитить наших детей, мирных наших жителей. Также при случае, когда захват идет преступника, очень опасных преступников, разрешается использовать табельное оружие. При спасении невинной жертвы сотрудникам органов милиции или правоохранительных органов им позволяется использовать оружие для того, чтобы уничтожить нарушителя. Поэтому есть разница между словом убийства и намеренного убийства. Здесь конкретно говорится в 6 заповеди, не делай умышленного, не задумывай это убийство, то есть не планируй убийство. Что противоположено убийству? Как вы думаете, что противоположено смерти? Противоположено смерти жизнь. И жизнь является ценным в глазах Бога. Жизнь человека является ценностью в глазах Бога. Он вдыхнул в человека свой дух и написано, что человек стал душою живою. Это наследие Божье. Живем мы или умираем мы Господни. Поэтому никто не имеет права взять жизнь без основания. Поэтому я буду говорить многие вещи и хочу сказать, что Бог есть любовь. И основание для жизни становится любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою единородную, да и всякий верующий в Него не погиб, но умел жизнь вечную. Но для чего Он пришел, Сын Человеческий? Чтобы не погубить, но дать нам жизнь и жизнь с избытком. Итак, можно сказать, что противоположное смерти, или противоположное не убей, будет слово возлюби. Ахава, любовь. Противоположная смерть и основа, и принципа в десяти заповедях, шестой заповеде не убей, лежит любовь к ближнему. Если ты любишь человека, ты никогда не будешь задумывать смертный приговор для них. Если вы со мной согласны, тогда мы и назовем этот принцип, принцип любви. Шестая заповедь, не убей, принцип любви. Язык русский, он такой сложный, знаете, вот просто написано, не убей. И все, как хочешь, так и понимай. По этой причине многие деноминации, многие верующие, используя это местописание в древности, можно сказать, недалекой истории, в прошлом, они использовали это местописание, чтобы не служить в армии, или же не служить, либо служить, не могли отказаться, но отказывались от оружия, чтобы не участвовать в беззаконных войнах, или же в том мышлении коммунистической страны. И до сих пор многие так и думают, чтобы не брать оружие в руки. Но оружие не только является автоматом АК, но также может быть и нож, и вилка, и лом, как у нас говорят, против лома нет приема. То есть некое состояние. И я скажу так честно, в юности я тоже был таким же борцом за справедливость, и не желая, или хотя бы хотел выразить свое недовольство тем, что верующие люди были преследованы в Советском Союзе, то, что унижали нас за то, что преследовали нашу веру, наших отцов. Я, будучи призванный в армию, тоже поступил так же велоромно. И сказать так, что я был отказником, неблагонадежным. Мне не только не доручили оружие, меня даже в караул не пускали, потому что считали меня довольно опасным человеком. Но я скажу так, сильно благодарен тем людям, которые на сегодняшний день, тем ветеранам, которые защищали и защищают нашу страну от внешних врагов. Я не склоняюсь перед теми, кто с оружием в руках отстоял нашу свободу и отстаивает нашу свободу. Я преклоняюсь перед Богом, но благодарен каждому человеку, стариков, которые еще оставшись живым. Хочу вам сказать спасибо, что вы не сдались, что вы стояли против фашизма, противостояли этому. Молитвенникам, которые молились за то, чтобы те люди, которые были на передовой, могли отстаивать, тогда это не связано было с убийством. Тогда было это связано с отстаиванием, ну или наказанием того внешнего врага, чтобы мы не были наказаны. Но суть в таком намерении здесь стоит разобраться, умышленное или неумышленное убийство. Противоположенной любви всегда есть ненависть. Противоположенной любви. Или нет? Итак, я могу сказать, что вот несколько стихов, которые подтверждают это местописание. И мы рассмотрим, как раз шесть пунктов, которые именно связаны с этим принципом «не убей». Так, какая связь? Одно из чего-то выливается, чтобы не произошла эта трагедия. 1 Иоанна 3 глава 15 стих. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». То есть ненависть становится тем принципом, что как бы побуждает к убийству. Вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем нет, в нем пребывающей. То есть человек-убийца, ненавидящий брата, он похож на человека-убийцу. И в нем нету той жизни вечной, потому что он не думает о вечности, что другая душа так же ценна перед Богом. Римлян 13 глава 9 стих. «Ибо заповеди не прелюбодейся, не убей, не кради, не засвидетельствуй, не пожелай чужого». И все другие заключаются в всем слове. «Люби ближе твоего, как самого себя». Мы как раз вот касаемся этих 10 заповедей. И здесь послание к Крыму говорит об этих 10 заповедях, о том, что «Не прелюбодейся, не убивай, не кради, не засвидетельствуй». Все эти заповеди суммируются в любви к ближнему. Хотя много лет назад наша община пережила тройное убийство, и виновник этого убийства сегодня отбывает наказание в колонии. Все же я не беспокоен о том, что кто-то из вас сделает убийство. Я не об этом беспокоюсь. Я беспокоюсь о том, что предшествует убийству, что влечет к этому акту. Я хотел бы об этом с вами поговорить. Ненависть, непрощение, другие причины, являются инструментом, который использует дьявол для того, чтобы привести к исполнению этой заповеди, чтобы нарушить заповедь, можно сказать. От Иоанна Евангелия, 8 глава, 44 стих. Говорит, «Он был, то есть о дьяволе, он был человекоубийцей от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Дьявол хочет, чтобы люди ненавидели друг друга. Божье творение ненавидело друг друга. Хотя мы все Господни. Итак, первый пункт. Всяк убийству, именно убийству, нарочному задуманному убийству предшествует ненависть. Перед тем, как это совершилось, человек другого возненавидел. История Иосифа, Бытие, 37 глава. Четвертый стих, я почитаю несколько всего лишь стихов, которые хочу показать, что от чего происходит. Четвертый стих, «И увидели братья его, что отец их любит, его более всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Замечали? Если люди не говорят между собой дружелюбно, ну, здравствуй, привет, не улыбаются, внутри происходит какая вот ненависть, чего-то ненавидят в человеке и пренебрежение к этому человеку. Восемнадцатый стих, «К чему эта ненависть привела? Увидев его издалека, прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Ненависть. Они его видят, он их раздражает, и они начинают умышленно строить, как его избавить жизни. Слава Богу, чтобы у Бога были другие планы, и можно сказать, ну, Бог позаботится и о нас. Друзья, не так все просто. Мы должны понимать, что мы ответственны за наши чувства. Причина планированного убийства – это была ненависть братьев. Они хотели его убить. Как закон истолковывает этот акт? Вы скажете, вот закон Божий, то второзаконие, оно объясняет. В двадцатой главе исход, оно говорит конкретно, какие пункты закона. Второзаконие начинает объяснять суть этих принципов. И вот разоконие, девятнадцатая глава, одиннадцать, двенадцатый стих. Послушайте меня внимательно, о чем я говорю. Но если кто у тебя будет врагом ближнего своего, и будет предстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда, и придать его в руки мстителя за кров, чтобы он умер. Другими словами, здесь как-то так странно написано по-русски, правда? Украинский язык, украинский перевод. Смотрите. И когда кто будет ненавидеть своего ближнего, тот, кто возненавидит ближнего своего, задумает против него нападение, и во время нападения убьет его, то задумал убить его, и сбежит в другое место, то его должны выдать и наказать смертью. Вы слышите, да? Вы скажете, ну хорошо, понятно, а вот что делать, если, как бы так, случайно? Послушайте, законодательство там было очень простое. ненавидел того, кто убит. Мотив. Мотив, какой был простой у них. Как судить? Виновен человек или не виновен? Ненавидел. Значит, и это случилось. Значит, ты виновен. И вот это по смерти. Вы скажете, ну как же так судить? Смотрите, дальше говорит, это Иисус Навин, 20 глава, 5 стих. Когда погонится за ним мстящийся за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он безумысла убил ближнего своего и не имел к нему ненависти. А не, по-моему, говорите, противоположное ненависти, да? Что? Любовь. Где это было слово? А он любил этого человека. Он любил этого человека. Другими словами, очень просто была судебная тяжба. Если случайное убийство, и он к нему любил, он говорит, он ближе мне был, я любил его. И все люди могли доказать, сказать, слушай, не могло быть, невозможно. Он любил человека. Значит, это случайность. А если люди говорили, да нет, они ссорились, он ненавидел его, он был ему законный такой враг, говорит, виновен. Как просто, правда? И говорит о том, что следствие, или же, что побуждает человека на убийство, это ненависть. Ненависть приводит к самоубийству. Почему же мы ненавидим так сильно, что готовы убить? Почему? Почему так происходит? Что мы, если так, аж хочется человека задушить, что-то еще сделать ему, да? Как однажды спрашивают людей, стариков, которые уже похоронили своих мужей, и говорили, ну что, как вы там, это самое, ну, хотели, наверное, уже не один раз с ним развестись, и так далее. Он был такой страшный человек, или хороший человек. Не, развестись никогда не хотел, но убить его ты хотела. Ну, это шутка, конечно же, но все-таки ненависти преследствует гнев. Понимаете? Вот гнев, который он побуждает к ненависти, этот гнев, который внутри нас, перед тем, как ты кого-нибудь возненавидишь, ты его не полюбишь, ты на него разозлишься. Впервые убийство Писания происходит на основании гнева. Чтобы мы сейчас возвращаемся к бытие, 4 глава, 4 и 5 стих, Авел же также принес от природных стадо своего и от тука их, призрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина на дар его не призрел, Каин сильно огорчился, и что поникло лицо его. На украинском языке здесь по-другому. И на Каина и на жертву его не вызрив, и сильно разгнивался Каин. Слово разгнивался означает что? А? Разозлился, а гнев его обял. И фактически дальше что происходит? А его обнял гнев, то есть он внутри гневался, возненавидел своего брата, а эта ненависть приводит к чему? К убийству. Это планированное убийство. 8 стих говорит, и сказал Каин Авелю, брату своему, брат, пойдем со мной в поле. Пойдем в поле. Потому что у него уже было намерение. Он разгневался, потом он возненавидел, и следующее идет планированное убийство. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Я хочу показать вам цепочку, что, зачем идем. Идет, чтобы мы, как верующие люди, могли знать, кто мы внутри меня, исправлять то, что внутри и у нас есть. Но я хочу вам так сказать, что гнев является эмоциями, чувствами, которые мы переживаем. И мы, скажу честно, можем, гневаясь, не грешить. Мы можем остановить то, что происходит. Интересно, что мы всегда любим цитировать послание к Ефесянам. Это Новый Завет. О том, что гневаясь, не согрешайте, солнце не возойдет во гневе вашем. Знаете, откуда это взято? Вот в Новом Завете. И в Псалма 4, 5 стих. Гневаясь, не согрешайте, размышляйте в сердцах ваших, на ложах ваш и утешьтесь. Не просто так, а утешьтесь. То есть, найдите себе утешение, ответ на тот гнев, который поднимается у вас. То есть, вопрос гнева не является самим грехом. Грех не является, гнев не является грехом. Это эмоции, которые выплескиваются. Вопрос сегодня, что мы делаем с этим гневом? Как мы его направляем? Либо мы утешаемся, если мы останавливаемся, рассмотрим свои пути и даем возможность ему утихнуть, либо мы отпускаем его. Ах, что будет, то будет. И мы высказываем это. Кто из нас хотя бы один раз в неделю выходил из себя? Скажите. А кто семь раз на дню? А? Кто семь раз на дню? Да, один раз в неделю это можно, особенно это воскресенье, чтобы никто не видел. А вот семь раз на дню это невозможно. Какие же такие люди? Смотрите, очень момент такой интересный. Если семь раз в день согрешит против тебя кто? Твой брат. И семь раз в день обратится и скажет, каюсь. Что написано? Прости его. Ведь он грешит против тебя. Что-то тебя в нем раздражает. Ты гневаешься. И вот семь раз на дню тебе нужно что его? Семь раз по семь? Как много? Семьдесят раз. Ой, Боже мой. Неразрешенная, внезапная вспышка гнева это то чувство, которое нас на самом деле больше всего эмоционально разбивает. Мы не цемлем любви к людям, которые нас раздражают. Нас на самом деле вот вроде бы хорошо с этими людьми, все нормально, но что-то он сделает, эта вспышка гнева она просто взрывает нас, она неконтролированно становится. Я думаю, что нам нужно смотреть на это раздражение в корень, что причиной является. Посмотреть на то, каким образом избавиться от него, может быть, милостью, благодатью, я буду об этом говорить. Но это похоже на что? Когда у нас нет гнева внутри, если мы научились прощать, если мы научились просто так контролировать этот гнев, это похоже на чайник без воды. Если чайник с водой, то мы видим, что он кипит, он бурлит, оно проявляется, поднимает крышку, он тарабанится, ты понимаешь, свистит, свисток есть, а если там воды нету, как бы ты его не раскалял, как бы ты не раскалял, он молчит. Не, может быть пожар, потом понятно, что это самое, вы можете сказать, есть другая сторона плохого состояния, но я говорю о том, что гнев, он может быть контролирован. Убийству предшествует ненависть, ненависть и предшествует гнев. А что предшествует гневу? Что может предшествовать гневу? Как насчет оскорбления? А, да, такое слово, как бы нас оскорбили, но такое слово, которое мы можем использовать, обида. Я не обижаюсь. Обида. Обида, друзья. Каин был обижен на Бога и Авеля, поэтому он был во гневе. Если гнев это чувство, да, то обида это уже состояние. 24 глава Матфея. И тогда соблазнились многие друг, и соблазняются многие, и друг друга будут предавать, возненавидеть друг друга. Перевод Куликова говорит таким образом. «Тогда многие ожесточатся, возненавидят друг друга и станут предавать друг друга». Предавать друг друга не просто сказать, наклеветать, а когда говорят «предавали», то предавали на смерть, на стязание, то есть чтобы другим было плохо. И гнев, на самом деле, и чувство обиды хочется сделать так, чтобы другому было плохо. Здесь вот именно обида, она действует очень серьезно. В прошлый раз мы говорили о истории Ишуа. Помните, где он был в своем городе, он проповедовал и не смог сделать ни одного чуда. Бог не мог делать чудо. Только на некоторых появил свою благодать и милость, он исцелил. Я хочу, чтобы вы еще посмотрели на этот стих другими глазами. Я говорил о том, что когда они восхищались, и говорили, откуда у них такая мудрость? Вот слово такое используется, которое не является позитивным, но негативное слово. И я не знал, что я буду об этом говорить сегодня, как бы оно затронуло, как раз я вспомнил об этом. И здесь вот написано, Марка 6 глава 2-й 30-й. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. Многие, услышав, изумлялись, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему и как? Такие чудеса совершаются руками его. Не плотлик ли он сын Мирьям, брат Якова, Иосифа, Иуда и Симона? А не здесь ли между нами его сестры и соблазнились о нем? Вот этот момент я хочу, чтобы немножко объяснить. Здесь история очень серьезная и касается чувств людей. Слово изумлили, изумлились, как я уже говорил, не слово удивлили, восхищались им. Не слово восхищения, а наоборот, слово, которое связано с оскорблением. Они обиделись на него. Они, когда слушали его, как он учил, увидели, какая премудрость, они обиделись на него, потому что говорят, подожди, откуда? Кто он такой? Плотник. И подожди, знаю всех, знаю всех его родителей, да? И Мирьям же, его мама, видно, Мирьям была хорошая женщина, да? Как бы узнавали все, ничего особенного все не, а дети, но дети есть дети, да? И вот здесь они оскорбились, они были оскорблены, что он был обыкновенным плотником, что он говорил и за ним следовали люди, что происходили чудеса и все то, что сопровождало его по жизни. Они разгневались на него и хотели его ударить. То есть слово такое здесь используется, что они внутри имели столько вот этого чувства, что хотели его ударить. Вы скажете, но на самом деле здесь ничего не написано, правда? Что они хотели его ударить. Нет? Но знаете что? Евангелие такая интересная книга, вообще Новый Завет, что у нас есть четыре Евангелия, чтобы что-то показать вам интересное. Откройте вместе со мной Лукью 4 глава. Что конкретно происходило тогда вот в этой синагоге? Что произошло? Я вам хочу показать, от чего у людей на самом деле произошло это восстание, это оскорбление, это обида, это жестокость, этот гнев, который у них поднялся. Вот смотрите, пришел Назарет, куда он пришел? Где был воспитан, вошел по окновению в синагогу, в день субботний в синагогу и стал учить. Похоже на Марка, похоже на то, что я читал, он стал учить, он говорит. О чем? Ему подали тогда книгу Исаии, и он почитал тот отрывок из книги, которая всем известна. Дух Господа Бога на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проведывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. И потом он закрыл, дайте вот, и это лето Господне благоприятное, он закрыл это и говорит, это свершилось. Друзья, все. Почему? Потому что это местописание касалось мессианского пророчества, которое ожидали все люди. Весь Израиль ожидал, что Мессия придет. Он читает мессианское пророчество, да, и садится и говорит, истинно говоря, это случилось, да, и потом сравните теперь Марка и там где он говорит о том, что нет пророков в чести, да, и здесь он говорит, и сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Происходит. Услышав это, услышав то, что он говорит, я Мессия, я исполнение этого священного Писания, я то, кто должен быть, я есть, я пришел, их ожидание, их ожидание не как бы сказать, не исполнилось, то, чего они думали о Мессии, не стало как бы для них утешением. Услышав это, все синагоги исполнились ярости, встав, выгнали его вон из города, повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, чтобы его убить. За что его хотели убить? За что его хотели убить? не за то, что он назвался столько Мессией, а за то, что они не то, что не поверили, они их обидело, что он был не тот, кого они ожидали. Вы понимаете, да? Мессия пришел как овца, не открыл своих уст, он был скромен, и он не пришел в старших покоях, они не ожидали не то, что имели, поэтому представление не восполнило их ожидания. Представление о Мессии не восполнило их ожидания и стало раздражителем, в свою очередь возбудило гнев и ненависть, так что они хотели его убить. Невосполненные ожидания, четвертый мой пункт, ожидания предшествуют обиде. Невосполненные ваши ожидания, невосполненные человеческие ожидания, они побуждают людей обижаться. На этом я хочу очень сильно остановиться, у меня как раз есть еще время, я поэтому спешил первых три пункта сделать. Луки, 7 глава, из всех их, я зачитаю вам историю Иоанна Крестителя, Йоханана. И всех их объял страх, и славили Бога говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Люди начали говорить о служении Ишуа, Мессии очень серьезно, за ним следовали десятки тысяч людей, мы видим первое, что он накормил пять тысяч человек, и потом говорит, вы со мной пришли, потому что я вас накормил, за ним следовали люди с разных мест, он стал популярным, влиятельной личностью, к нему стремились, и здесь происходит то же самое, всех людей объял страх, и все говорили, великий пророк восстал посреди нас, даже Ишуа, а за кого вы меня почитаете? Говорит, ну конечно, ты Мессия, ты Господь, да, итак, такое мнение о нем распространялось по всей Иудее, по всей окрестностей, возвестили Иоанну, ученики его, о всем том, пришли к Иоанну ученики его, ты знаешь, что люди говорят о том, которого ты крестил в Иордане? И начинает говорить ему все то, что происходит, Иоанн призвав двоих из учеников своих, послал к Ишуа спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Вы скажете, ну как это? Ну интересно, потому что что-то непонятно, да? Давайте в сторону отодвинем тот факт, что Иоанн был двоюродным братом Ишуа, или же кузеном, каким-то там троюродным, ну кузен, некий родственник, который знал о семье Ишуа много. Давайте возьмем тот факт, что Иоханан, который крестил или же делал микву для людей в покаянии, говорил, тот, кто идет за мною, будет воскресить духом и огнем, он сильнее меня. Давайте отвергнем тот факт, что Ишуа, когда придя к нему, да, хотел креститься, Иоханан говорит, подожди, 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 мне нужно от тебя это, по секунду, почти не, ты больше, ты тот, я понимаю, кто ты есть, ты агнец Божий, он говорит, вот агнец Божий, который возьмет грех с его мира, вот, за ним следуйте, я не тот, он тот, который был послан передо мною, или за мной идет, тот, к которому я готовлю путь, он тот, кого послал Бог, он есть тот, кто пророчит, и классический, Иоанн отвечал, я крещу водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достойен разведать ремень обуви, он будет крестить воздухом и огнем, и здесь происходит одна вещь, что случилось, что случилось, недавно ты говорил, буквально там, может быть, еще года полтора, или два года назад, ты говорил о нем, о своем кузене, что это он, это он, кто спасет, это он, кто избавит Израиля, это он, кто просит грехи, он тот, кто скрестит, он тот, кто есть, кто он есть, и все, это он, и вдруг, пойдите узнать, это он или нет, у вас не приходила такая мысль? Приходила, да, я вам скажу, что вообще происходило тогда, Иоанн был в заперти, он уже был в это время в тюрьме, за то, что он призывал к покаянию, и, конечно, нелестно говорил обо всех тех, кто не хотел каяться, будем говорить так, да, в темнице ожидал своего избавления, другими словами, когда ты знаешь, что пришел Мессия, пришло избавление Израиля, что придет эта свобода, и ты в ожидании смертельного приговора, и будучи в тюрьме, у тебя ожидание от того, кто может тебя спасти, вырастает очень высоко, мало того, мало того, Иоанн узнал, что Ишуа был в том же городе, где он сидел, как он это, и скажите, а сколько он уже здесь? он уже здесь восемь дней, восемь дней, восемь дней, и не прийти, не навестить своего кузена, восемь дней, не навестить родственника в тюрьме, он не спешил Ишуа к нему, наверное, даже не хотел, 21 стих, а в это время он многих исцелял от болезней, и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение, Ишуа делал свою миссию, и Иоанн томился в тюрьме, с ожиданием, что он получит свободу, хотя бы навестить бедного кузена в тюрьме. Досадно? Досадно? Вот что Ишуа говорит в ответ на популярность Иоанна, которая уже угошалась тогда, в то время. И сказала Ишуа в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовестны. Между прочим, это исполнение того порочества, о котором говорил в Назарете. блажен кто не соблазнится обо мне, чьи чувства не будут затронуты обидой. Блажен тот, кто не соблазнится обо мне. Неисполненные ожидания приводят к обиде. Я думаю, что Иоанн был обижен на то, что Ишуа не пришел. Это лично мое мнение. Я думаю, что Он ждал избавления и не получил. У нас также бывают некоторые ожидания, что наши друзья смогут нам помочь. У нас есть ожидания, что они сделают так, как нам хочется, чтобы мы сделали в наших трудных обстоятельствах. А они ничего не делают. Бывает так, да? Никому не позвонил, никому не сказал, ничего не рассказал. Сидит человек, мается в своих чувствованиях, в обиде, что никто не пришел. Я ожидал, что придут. Они пришли, не посетили. У нас есть чувство, что наши работодатели, которые обещали что-то изменить в вашей жизни, повысить зарплату или какие-то условия ваших отпусков, и они не сделали. Ваши ожидания были одни, они ничего не сделали об этом. Приходит обида. Мы ожидаем, что наше духовное руководство должно что-то предпринять или сделать, как мы это представляем. Они ничего не делают. И что приходит? Обида. Мы даже обижаемся на самые маленькие мелочи. Вы замечали, что люди обижаются на самые мелкие ситуации? Такие, как обиды, когда жена приходит с парикмахерской, проходит целый день, и к вечеру ты смотришь, она уже ни с собой не разговаривает, она может что-то что-то делать, как будто ты не в доме, и думаешь, что случилось, что случилось? Ты даже не увидел, что я изменила прическу. О, да, да, да. Ты так сказал уже аминь. Да, на это все. Те, которые... Есть такие, которые обижаются на то, что вот я на Хануку принесла пирог, и никто даже не сделал, как бы сказать, комплимент. Съели, и спасибо не сказали. Я на домашнюю группу принесла чай, кофе, капучино, и никто это даже не заметил. Все выпили. Никто даже не сказал спасибо, когда я украшала столы на Хануку. Мы так часто обижаемся. Удивительно, правда? Мелочи, но так быстро они загораются. Слово обида или соблаз, греческое понимание, такое слово definition, даже как-то перевести. сущность слова, да, определение обиды означает камень преткновения. Обида переводится как камень преткновения. И на самом деле это слово очень интересное. Преткновение, соблазн, ловушка, капкан, петля, палочка, которая внутри ловушки самой, тоже называется вот этот соблазн, преткновение. Но хотите услышать, как оно случится на греческом языке? А? Скандалон. От слова, что у нас по-еврейски, что вы делаете скандал. Услышьте, какое интересное значение. Слово соблазн и камень преткновения на греческом языке означает скандал. Конечно же, наш же русский язык, если смотришь толкового словаря Ефремова, означает ссора с криком, бранью или дракой. Вот это скандал. Да? Это скандал. Но библейское определение слова скандал означает, я как сказал, это обида, соблазн, камень преткновения. Означает вводить в искушение, соблазнять, вводить в грех. То есть, обида это ввести себя в грех уже. Это быть камнем преткновения, оскорблять, раздражаться, обижать, задевать, возмущаться. Одно слово, как много там значений. Поэтому, когда мы говорим, ты стал мне преткновением, или ты там соблазном стал, что мы имеем? Скандал? Мем-проблему? Дьявол поставил для всех нас много ловушек, разных. В каждой из них есть палочка в виде скандала, в виде обиды. И как только мы в эту ловушку прикасаемся к этой обиде, реагируем на нее, и хотим сделать маленький скандал, дверка закрывается, и ты в постоянном мучении. Ты не можешь оттуда выйти. Дьявол ходит, крикует, ищет кого поглотить. Когда мы говорим, что я, например, делаешь молодым людям консультирование о будущей свадьбе, и говоришь, как ты вот среагируешь? Ну вот, разные характери бывают. Если он мне изменит, я его не прощу. Я его не прощу. Или говорит, если он меня обманет, нет ему прощения. Если он меня там кинет, нет ему прощения. Знаете, что мы делаем? От своих слов мы оправдываемся, от своих слов мы себе осуждаем. Дьявол говорит, ой, какое спасибо тебе. Дорога, какое спасибо. теперь я знаю, что тебя беспокоит. Тебя беспокоит, что тебя твой муж изменит. Я думал, что ты, может, его характер самый, может быть, он жесткий, или так, что тебя будет, а то, что он изменит. О! Спасибо за этот что? Соблазн. Соблазн, который ставится внутри. Теперь ты обидишься, останешься в клетке, и не выйдешь на свободу. Знаю, что делать. Но Псалом 90 говорит, и он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. И не только язва, ловец, вот это чувство, которое ты схватил, вот этот скандал, да, и та язва, которая тебя мучает в этой клетке. Обида, это как язва, которая тебя изнутри изъедает. И как ни странно, что Библия говорит нам о личности, которая является и называет его камнем преткновения. Это целая личность. Кто мне скажет, что это за камень преткновения? О Библии, которая говорит. Конечно же, Ишуа. И об этом римлянам, 9 глава, 33 стих говорит. А Израиль, искавший закон праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. И вопрекнулись о камне преткновения. Как написано. Вот, полагаю, на Сионе камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Ха, интересно. Камень преткновения соблазна, то есть скандала, и верующий на него, то есть верующий в него не постыдится. Уповающий, надеющийся на Ишуа не постыдится. Какой-то абсурд получается. Бог полагает камень преткновения, а надеется, который на этот камень преткновения будет свободный. О чем идет речь? Я вам скажу. Лично это мое мнение. Ишуа будет для тебя твоей жизни либо камнем преткновения, скандала и обиды, либо камнем, на котором ты строишь. Помните притчу? Человек построит дом свой на камне. Что бы ни происходило в твоей жизни, твой дом устоит, если он будет построен не на песке. И если в ваших отношениях с людьми и близкими, друзьями вас кто-то обидел, тогда этот камень, он просто ложится вам на пути. Это ваша жизнь. Ваши друзья, близкие, родные, знакомые вам сделали больно, вам сделали соблазь, вы приткнулись, небольшой скандал. Это как камень, который стоит прямо у вас на пути. У вас есть несколько решений. У вас есть решение об него споткнуться и сделать маленький скандал, начинать себя гонить в обиде и так далее, приткнуться. То есть скажут, какие такие верующие может быть? Как это вообще может быть? Люди так поступают и сказать все, в такого Бога верить не хочу, потому что так поступают его дети. Либо следующее, либо следующее, перешагнуть через обиду, перешагнуть через этот камень и вести другой образ жизни, вести дальше к цели. Третий результат, третий вариант есть. Какой, скажите? Нагнуться, взять этот камень и как тот из ледникового периода с этим, с желудем носиться, носиться, и говорит, посмотри, что Фима меня сделал, посмотри, посмотри, как это поступил, ты слышал, что он сказал, и так еще, и скажут, слушай, что такое? Когда это произошло? Говорит, 20 лет назад. Ты можешь носиться с этим желудем всю свою жизнь, с этой обидой, с этим камнем преткновения. Я вам скажу так, честно, мы должны либо строить на нем, да, это не повредит нам на этом камне, потому что все заповеди, они идут к тому, чтобы возлюбить Бога. И мы должны, шестой принцип, не убей, основывать на заветах Ишуа, который говорит такие слова, я говорю вам, всякий гневочистый брата своего напрасно подлежит суду, а кто скажет, брата своего мрака подлежит синдриону. Другими словами он говорит, да, вы помните, вы написали, что не убей, а я говорю вам, больше кто ненавидит, или же гневается, или же обиду несет, тот уже подлежит суду, тот уже имеет себе эти проблемы. Пятое, для того, чтобы любить, мы говорим, как дойти до любви, нам нужно научиться прощать. Обида, вы же говорили, это состояние, которое скандала, и мы должны выйти из него, и можно это сделать только, когда мы начинаем любить, а как любить, если у нас есть столько проблем. Мне очень часто слышу молитвы, которые говорят так, Боже, дай мне любовь, дай мне любовь, чтобы любить моих близких, родных, мою маму, папу, а еще тещу, и зятя, и всех остальных, не могу, и вот дай мне любовь. Вы знаете, такого, как у Бога, некого духовного дара, как любовь, нет. Написано, что любовь излилась в наши сердца чем? Духом Святым. И если мы считаемся духовными, тогда у нас есть любовь. Но Иешуа говорит, она у вас есть, только нужно что? Любите врагов ваших, не просить, люби, делай. Эфотически прощение формирует любовь. Плод любви должен быть. Прощение формирует любовь. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, молите за обижающих вас и гонящих вас, да будете с нами отца вашего небеса, ибо он повелел о солнце сходить над землями и так далее. Если будете любить любящих вас, какая вам награда? Другими словами, вот когда у тебя обида, особенно если это в семье, да, самые близкие это жена, дети, когда происходит, это как мне их убить? Ой, извините, любить. Так, ну так говорят, да, так вот. Как? Любить. Как любить тех, кого ненавидишь? Прощать. Разрешение... Я буду говорить так, если прощать, то как? Я хочу вам показать обращение от ненависти и убийства к любви и прощению. Я задержу вас буквально еще на 5 минут. Мне надо закончить, потому что я считаю, что это важная тема. Я знаю, что она длинная будет. Бытие 27 глава 41 стих это вопрос Исаака и Иакова. Иакова, именно Исаа, Исаа и Иакова. Возненавидел Исаа и Иакова за благословение, которое благословил его отец его и сказал Исаа в сердце своем, приближаются дни флача по отце моем. И я убью Иакова, брата моего, когда они закончатся, эти. Он ненавидел, возненавидел и сказал, когда папа все эти 9 дней или сколько там, 40 дней закончатся, я ему что? Отопущу, я его убью. Проходит 20 лет и вот что происходит дальше. 33 глава, первый стих. Взглянул Иакова и увидел, вот идет Исаа, брат его и с ним 400 человек. Что бы вы подумали, с какой лаской приходит к вам ваш брат и еще 400 человек с ножами? После того, как он вам пообещал, что я тебя отомщу, убью, избежал. Что бы вы подумали бы? Ну, конечно, как люди говорят, кердек, да? Третий стих. И сам пошел перед ним и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. Побежал Исаав к нему навстречу, обнял его, пал на шею его и целовал его. И плакали оба. ненависть производит убийство. Прощение производит любовь. Что произошло с Исавом? Что произошло за это время? Он смог отпустить обиду, которую нанес ему брат. И знаете, что происходит дальше? И сказал Исаав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков, дабы рабу твоему, то есть тебе. Он считает, ты мой не только брат, мы рабы Богу. Принести благоволение в очаг господина моего. Он назвал это, ты мой господин. Любовь сделала друг друга господином. Почтение друг друга. Исаав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет у тебя твое. пускай оно будет твоим. Услышите эти такие догоценные слова, когда приходит обида, вас кто-то обидел, вас кто-то кинул, что-то еще происходит. Все равно нужно отпустить, нужно видеть, что Бог благословил Исаава. И даже тот, кто чувствовал на себе вину, что он украл чего-то либо и так далее, он приносит эти дары как часть его жизненного, часть покаяния, любви. И он говорит, вот оно твое. Он говорит, подожди. Вот что делает любовь. Говорит, подожди. Возьми это, то, что ты принес как дар жертвы и любви, покаяния. Пускай оно будет твоим. У меня есть достаточно. Даже если у меня мало, но любовь покрывает множество грехов. Мы не доверяем Богу в чудесах. Последнее, говорю, как шестое. Что предшествует прощению? Последнее. Как простить тех, которые недостойны прощения? То есть, сделал боли и множество ран для вас, которые трудно простить. Как? Правильно. на основании милости. Милость это то, что мы заслужили и не получили. Мы заслужили много, но мы не получили. Итак, Матфея 7, глава 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Этого в часть. Если мы не переживаем милость и благодать, дарованная нам Богом, тогда мы не способны это дать тем, кто нам должен. Мы не способны. Если мы не прощаем, если мы не освобождаем милость, которая была дана нам, то мы не пережили Бога, мы не родились свыше. Я буду говорить так прямо. Мы должны научиться прощать. Матфея 10, глава 7, 8 стих. Хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскресенье, бесов изгоняйте. Даром получили. Даром и давайте. Вы получили милость и благодать незаслуженно. То, что вы должны были получить, не получили, а то, что вы получили, получили даром. Отдавайте. Мы получили. Мы получили это даром. Мы должны давать. И следующее. Лука 10, глава. Но он, желая оправдать себя, сказал Ишуа, хорошо, кто мой ближний? Кому являть эту милость? Мы знаем эту историю. Ишуа говорит, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, попал к разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставили его едва живым. История продолжается, я не буду ее читать полностью. Ишуа спросил, кто из этих троих думает, думаешь, ты был ближним, попавшимся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Ишуа сказал ему, иди, и ты поступай так же. Ишуа сегодня говорит вам, идите так же поступайте, являйте милость. Милость рождает прощение. Прощение рождает любовь. Любовь это противоположное смерти. И мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы имели полное прощение. Это значит, чтобы освободить. Бог освободил нас и не держит нас в рамках наших высших грехов. Если Он нас простил, значит, Он нам простил. И Он нас освободил от обязанностей каких-то таких. Когда мы прощаем, мы тоже должны отпускать. В этом принцип любви. Не убей. В этом принцип любви. Не убей. Люби всех, кто нарочно или случайно нанесли тебе дискомфорт, сделали скандал, который внутри твоей жизни. Покрой это любовью, которая приходит через Дух Святой. пониманием, что прилагать усилия волевым решением любить врагов своих. И это является шестым принципом, связанным с шестой заповедью. Не убей. Я хотел бы, чтобы мы помолились сейчас, чтобы мы могли во время поклонения все-таки сказать Господу, Господи, Ты так много мне простил, Ты явил ко мне так много милости. Научи меня так же поступать, что принцип шестой заповеди действовал во мне. Не убей, значит принцип любви ко всем врагам и близким, родным и чужим, всем, кого Господь нам дает на жизнь. Мы ставим наши ноги и помолимся. Также если вы у нас первый раз в общине никогда не принимали Ешева личным спасителем, я хочу предоставить вам эту возможность. А может быть вы в прямом эфире на фейсбуке подключились к нам сюда в наш зал. Случайно вы никогда не смотрели такие передачи. Я хочу вам сказать, что случайности Бога нет. Если вам нужен Бог, нужен Мессия, нужен Господь, тогда просто со всеми с нами почитайте или подарите молитву. А те, кто никогда не принимал Ешева, тоже можете сделать это вслух. Отец Небесный, я благодарен за жертву, которую ты предоставил вместо меня. Я знаю, что я не идеален и в этой жизни я совершил много преступлений, даже которые касаются совести. Если я это делал против моей совести, значит я делал против Твоего Слова. Если даже я не знал Твоего Слова, Твоей Библии, Твоих законов, сегодня я чувствую, что мне нужно прощение. Это прощение даровано через Глаговский крест. Я верю, что Бог по Своей милости и благодати даровал мне искупление в виде Своего Сына. Он отдал его за меня, чтобы умер и воскрес для моего оправдания, чтобы мои грехи были прощены, чтобы я был свободен. И я прошу тебя, прости меня, дай мне стать твоим дитям, дай мне принять тебя всем своим сердцем, всем своей жизнью, чтобы все вокруг меня оно говорило о тебе. Твой закон, твоя милость, твоя благость они сопровождают меня. Я хочу пребывать в доме твоем долгим. Я прошу тебя, прости меня, измени меня, дай мне быть другим. Во имя ищу это зарето.